Влево сделайте шаг Все так, нормально? Одна, я уже опознатил, что это одна из главных внизных магистралей Одна главная улица в правое бережье Въезд Южный Мир в сторону Краснояр Конечно, мы видели сейчас своими глазами, в каком состоянии находится не только с внешней точки зрения, но и с внутренней части данное жилое помещение Поэтому, конечно, у нас в программе мы все предусмотрели, снос этого ветхого аварийного жилья Еще я хочу сказать, что у нас вообще достаточно емкая программа Помимо ветхого аварийного жилья, еще и есть территория, попадающая под переселение в районе, микрорайоне Николаевка Это не только вопрос эстетики Это все планы 2018 года Это вопросы не только эстетики, но и вопросы экологической составляющей Потому что на этом мы сейчас обращаем тоже очень серьезное внимание И в план, комплексный план эти мероприятия у нас включены Это как раз то печное отопление Вот я сейчас проезжаю, буквально проехав по Светловской Я до этого в Октябрьском районе ехал, правда на ходу Посмотрел, сегодня день достаточно показательный В плане того, чтобы посмотреть, насколько в центре города Практически в центре города у нас используется печное отопление Такой вот деревенский формат Это как раз, наверное, та задача, которая позволит снизить экологическое воздействие на город Красноярск Как раз вот эти мероприятия Все мероприятия запланированы Мы будем планировать, чтобы в первое полугодие максимально уложиться в части переселения Для того, чтобы еще потом предусмотреть мероприятия по благоустройству тех территорий Где находились вот такие аварийные здания И вообще подлежащие осмотр Но еще сейчас акцент будем смотреть в плане благоустройства Чтобы предусмотреть не только благоустройство, там, газончик и так далее Но и выстроить работу таким образом, чтобы предусмотреть высадку крупномерных зеленых насаждений в данных местах Чтобы это тоже был еще один из экологических вкладов Не только эстетические, приятные на визуальное восприятие Но еще и экологическое направление Вообще, если честно, можно несколько комментариев выразить и по экологическому в целом состоянию Потому что вот печное отопление это неразрывная часть Я бы хотел отметить, что очень много обращений поступает по экологической ситуации в городе Мне, конечно, она далеко не безразлична Я сам и живу здесь, и семья моя живет Конечно, считаю, что к экологической теме мы должны консолидированно в эту задачу все вместе включиться Я с высоким таким оптимизмом воспринимаю решение То, что на региональном уровне создано отдельное министерство экологии И мы вот совместно сейчас этот как раз один из маленьких проектиков рассматривали По уменьшению печного отопления в городе Эта задача, надо отметить, что она региональная и местная То есть здесь нет вот этого водораздела, чтобы расчленить, чья это задача Это задача общая города и края Со своей стороны, конечно, в рамках тех полномочий Учитывая то, что Красноярск, прежде всего, это такой исторический, индустриальный город Имеющий определенную свою застройку, специфику, свое развитие Конечно, вот такой исторический набор вот этих всех мероприятий Которые не очень хорошо влияют на экологию Мы имеем Но по какому-то вот такому взмаху волшебной палочки В один момент решить эти проблемы, которые десятилетиями формировались, невозможно Но и закрывать глаза на эти моменты тоже нельзя Поэтому я вижу вот со своей точки зрения В рамках того комплексного плана, который мы проработали совместно с Министерством экологии Это региональный план, где включены наши городские меры Они заключаются в следующем Уменьшение воздействия как раз печного отопления Раз, вот это направление, которое мы будем продолжать реализовывать Второе направление, это, конечно, закрытие малых котелин Это примерно вот этот аналог, когда малые котельные выдают с большой концентрацией Дают очень серьезную нагрузку тоже на атмосферу Можно сейчас посмотреть по городу, очень хорошо все видно, где идут дымки Это второе Третье направление, это автомобильный транспорт Понятно, экологическая здесь нагрузка от транспорта колоссальна Порядка 35%, поэтому здесь наша задача и отработать как с пассажирским транспортом По увеличению класса экологического автобуса Так и по повышению пропускной способности улиц Чтобы потоки как можно меньше находились в таком рваном режиме Тема озеленения, я сказал тоже о ней У нас в этом году 12 тысяч деревьев запланировано в бюджете Как раз будем формировать, изменим подход Чтобы деревья крупномерные появлялись прежде всего не за границами города А появлялись в городской черте То есть были определенным таким экологическим зеленым фильтром внутри города И вот здесь мы как раз на Свердловской эту задачу ставим Есть немалый аспект в этом Это наша, как я уже сказал, санитарная гигиена города Это уборка Вот сейчас будем концентрировать задачу В ноябре месяце мы так пробные тренировки Такие десантные по уборке пыли Когда мобилизовали пылесосы и они начали упирать пыль Вот эту работу в 2018 году переведем на системную третию Потому что если посмотреть, то вот эта взвесь, пыль Это то, что как раз тем, что мы вот сейчас вот так вот Ну не сейчас, а в летний период будем дышать Поэтому, конечно же, задача собрать максимально вот эту пыль Чтобы не допустить вот этой взвеси Которая от автомобильного транспорта постоянно поднимается, опускается И вот так гоняется туда-обратно Поэтому вот это направление, которое мы формируем Ну и в целом я бы хотел сказать, что мы Каким вот у нас будет проходить Красноярский городской форум Я уже поставил задачу, что одной из ключевых повесток этого форума Чтобы нам с общественностью более предметно работать И получать конкретный результат Получать конкретное предложение Выверенное предложение не так просто А давайте побежим влево, а давайте побежим вправо Нет, тема экологии очень многофакторная и комплексная Поэтому одной из повесток будет формирование Как раз в рамках городского экономического форума Экологической повестки Которую мы будем со всеми общественниками прорабатывать Сергей Васильевич, вы там заявили Проекты планировки имела денежные, да? Покомментируют все связанные и все там дальше Ну действительно, здесь несколько аспектов есть Которыми я руководствовался при принятии решения Ну во-первых, это и тот резонанс на обсуждение Общественное обсуждение, которое у нас были, проходили И очень много замечаний поступило от общественности, от населения По этим проектам Поэтому мы посмотрели, проанализировали И было принято решение их приостановить и направить на доработку Плюс есть момент, связанный, конечно, с тем, что Мне кажется, это не совсем правильно Когда мы проекты детальной планировки рассматриваем В очень больших площадных параметрах По сути, мы практически полгорода накрыли проектом планировки И дальше рассматриваем Мне кажется, нам необходимо более локально рассматривать И предметно рассматривать ту или иную территорию Тогда это будут более выверенные и точные решения Поэтому мотивировка была абсолютно, мне кажется, простой Но потребуется дополнительное время Лучше качественно проработать, чем потом иметь последствия Которые не очень хорошо влияют на жизнь нашего города Сроки поставили? Ну мы планируем, что это займет времени до полугода Сергей Васильевич, расскажите о новом руководителе Советского района Кто это? Фамилия Нина Слуху? У нас с сегодняшнего дня два руководителя района назначены Это Советский и Октябрьский район Октябрьский район Кимны Городимовича Вот сейчас ездил, представил его коллективу общественности И активу И Советский район Коротков Андрей Васильевич Здесь логика принятия такого кадрового решения Формируется тоже, мне кажется, из таких простых форматов Советский район достаточно емкий район Это вообще такой огромный, по сути, город В городе, вот там можно сравнивать с Немерова Только один район Поэтому, конечно, он очень многофакторный, разноплановый Поэтому подбиралась кандидатура, которая обладает опытом Вот такое, знаете, там, четкому служению отчизне Вот прям вот до конца, вот начало и до конца И, конечно, наличие опыта хозяйственной работы Поэтому вот эти, по сути, два ключевых фактора И явились теми аргументами для назначения Он работал, он человек военный, системный Всю свою жизнь посвятил служению родине В последнее время, около 10 лет он работал в федеральной структуре Это не наши региональные МЧС, а в структуре Сибирский федеральный округ возглавлял и финансовое направление И капитальное строительство То есть он понимает, как хозяйственник Задачи в МЧС ставятся очень четко, понятно Там все должно быть качественно, в срок и так далее Поэтому он обладает вот этим набором компетентности Которая нам необходима Ну и самую главную задачу, которую я сейчас обозначил При представлении Это, конечно же, помимо вот этой четкости Системности и хозяйственности Направленность менее слышать людей Поэтому вот такие аргументы Спасибо, Сергей Васильевич Спасибо, коллеги И еще следующий у нас подход Да, министр Спасибо, коллеги Спасибо, коллеги Продолжение следует...